Олег Шишов может встретить Новый год дома. 15 декабря состоится заседание суда, на котором рассмотрят прошение экс-руководителя Мостовика об условно-досрочном освобождении. Ходатайство было подано еще 25 ноября. Удовлетворить его или отказать суд решит либо по видеоконференц-связи, либо в колонии номер 8, в которой содержится Шишов. Адвокат осужденного считает, что есть все законные основания для условно-досрочного освобождения. Во-первых, Шишов отсидел больше половины срока. Во-вторых, у него положительная характеристика. Известный строитель возвел очень много объектов в стране, в том числе и Олимпийский. Активно занимался благотворительностью. В-третьих, здоровье пенсионера оставляет желать лучшего. Они были еще и до ареста. То есть Олег Владимирович всегда находился под наблюдением врача. Мол, заболевания у него серьезные, гипертензии, сахарный диабет. В условиях колонии оказывается ему медицинская помощь. Он постоянно на препаратах. Находится он и в санчасти. Никто не говорит, что она там плохая, наверное. Все-таки оказывается, потому что смертность у нас маленькая в местах лишения свободы. Но считаю, что на свободе он мог бы полностью отличиться. Спасибо. Спасибо.